Дорогие друзья, всем доброго времени суток! У нас 1 июля, и у меня для вас две новости. Одна хорошая, а вторая не очень, с которой мне начать. Голосуйте, с которой мне начать. Сначала давайте начнём с хорошей. Хорошая новость заключается в том, что у нас сегодня День Канады. 1 июля, если вы не знали, вот, у меня тематическая футболка. Здесь всё-всё-всё, что представляет Канаду и её самые знаменитые животные, и виды спорта и так далее, похоже на Россию, согласитесь. Если вот так вот всё по отдельности брать, каждый вид спорта, каждое животное, то, в принципе, то же самое, что в России. Вот, похоже. Здесь и природа похожа, и погода, времена года, всё то же самое в целом. Вот, а вторая новость, которая неутешительная. Сегодня у меня должен был быть самолёт домой. Я собиралась аж на 4 недели. Мне надо было делать дела, причём дела неотложные, но жизнь носит свои коррективы, и, к сожалению, я никуда не улетела. И боюсь, что получится улететь только, наверное, в следующем году. Сегодня у нас новое видео сифоры, и, если вы помните моё недавнее видео с распаковки, огромной распаковки с сайта BoxyCharm, мне пришли некоторые продукты, которые мы обязаны с вами попробовать, которые продаются на сифоре. Во-первых, мне пришла, если вы помните, палетка шикарная от Violet Vos, потом мне пришла помада от MAC, MAC у нас здесь тоже продаётся на сифоре. Плюс мне пришли кисточки от Luxie, они не сифоры, но мы в любом случае должны их попробовать, поэтому я предлагаю это сделать в этом видео. И, как всегда, у меня на пробу два парфюмных сэмпла, и ещё один сет, который я тоже купила на сифоре. У нас, кстати, на сифоре сейчас распродажа в честь, опять же, Дня Канады. И всё там, 50% скидки, ну не всё, а как бы очень много чего. И я, конечно же, не удержалась, я купила... Вы узнаете, что если вы ещё не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить эти видео в будущем, будет интересно, я вам обещаю. Вот. Ну что, давайте, значит, нам надо попробовать сначала парфюмы. Начнём по традиции. У меня два их здесь. Вот, смотрите, один от Paco Rabanne. Это называется парфюм 1 миллион. Давайте мы его понюхаем. Насколько я помню, он хорошо должен пахнуть. Но я... у меня столько этих парфюмов, что я не ручаюсь. Вот здесь написано, что он сексуальный, свежий и немножечко с... острый немножечко. Давайте понюхаем с удовольствием. Paco Rabanne. Paco Rabanne продаётся на вашей Сифоре. Я думаю, что не только на Сифоре. Очень хороший запах. Очень хороший запах, реально. Но, смотрите, он больше вечерний. Он подойдёт для какого-нибудь вечернего свидания, похода в театр. Или... Ой, шикарный. Очень приятно пахнет. Сейчас мы немножечко ещё подождём, так как первые впечатления бывают обманчивы. А второй... Ну, это такой осенне-зимний вариант. То есть летом будет слишком душно, мне кажется. Если только прямо на вечер, на вечер. Да, приятный аромат. А дальше у нас аромат от фирмы Nest. Я не думаю, что эта фирма продаётся в России, но это очень-очень классная фирма. У меня есть от неё целый сет Discovery, то есть там много всяких ароматов. Вот это конкретный Дикий Мак. Я совершенно не знаю, как он пахнет, Дикий Мак. Давайте понюхаем вместе. Здесь написано, что это ноты груши, малины, абрикоса и гималайского жасмина и розы. Цветочный. Цветочные ароматы бывают разные. Если это пудровый цветочный, то он мне не понравится. Так. У Nest, у него всегда очень-очень классные вот такие вот всякие упаковки, то есть дизайн, такие всякие цветы, это всё на чёрном фоне. У меня есть полноразмерный от них аромат. Полуночный цветок, вам вот так переводится. Очень-очень крутой аромат. Вау, хороший. Вау, он такой хороший. Он прям, знаете, такой тёплый-тёплый. О, я не ожидала, что мне он настолько понравится. Тёплый такой, с нотками какими-то. Чёрт побери, я даже не знаю, но... Как интересно. Вау, он знаете мне, какой аромат напоминает? Ой, он немного мне напоминает от YSL и в Сен-Лоран. Аромат чёрный опиум, black опиум, по-моему. Да, похож. Такой вот тоже вечерний такой, классный. Он такой мистический, я бы сказала. Вот. Хм, классно-классно. Этот мне, кстати, вот чем дольше он сидит на руке, он мне напоминает о Джорджо Армани. По-моему, у Армани код или... Вот, да. Да, что-то в этом роде. Вот. Этот более такой стандартный, который мы уже можем чаще встретить среди ароматов. А вот этот... Этот более интересный, можно так сказать. Так, всё, хватит про ароматы. Мне они оба очень понравились. Супер. Паку Робан вы можете легко купить у вас на Сифоре. Дальше идём. Смотрите, какой я купила сет. Это от фирмы Бека. Это два хайлайтера. Самые популярные у них хайлайтеры в цвете Champagne Pop и Vanilla Quartz. Это их бестселлеры. Это две мини-версии. Я, перед тем, как начать снимать это видео, зашла на русскую Сифору и убедилась в том, что Бека продаётся на Сифоре. Более того, она продаётся... Вот этот сет там есть, представляете? Поэтому интересно попробовать сегодня. Ну, так как их здесь два, мы попробуем сегодня один. А в следующем видео попробуем другое тогда, да ведь? Так. Посмотрим. Вот давайте, который первый здесь будет. Вот этот мы сегодня тогда попробуем. Это в каком у нас цвете? Вот. Vanilla Quartz. Супер. Открываем. Слушайте, вот этот от Paco Rabanne, он мне... Он вообще Armani Code мне напоминает. А Armani Code у меня, знаете, с чем ассоциируется? С зимой. Чёткий такой я. Мне кажется, когда он у меня был, этот аромат, я его зимой использовала. И у меня прям, он меня туда переносит. Вот. Хоть это и мини, но прикольная такая упаковка. Точно такая же, как у полноразмерного продукта. Так. Открываем. Вот. Смотрите. И опять же, хоть и мини, но у него есть даже зеркало. Вот он так вот выглядит. Давайте мы её свочнем. Выглядит красиво. Но у этой фирмы Бека, у неё самые хорошие хайлайтеры. У Бека и у Офра. Но Офра, по-моему, в России не продают. Вот такой вот шикарный совершенно, надеюсь, видно, хайлайтер. Я нанесла, кстати, для BB Cream, бронзер и румяна. Поэтому нам останется только хайлайтер попробовать. Я приготовила кисточки. Вот это у меня кисточка от Эльф. Это специальная для хайлайтера. Хайлайтер. Но я такими кисточками для хайлайтера не пользуюсь обычно. Но вот давайте попробуем ради интереса. Если что, у меня тут запасная кисточка для хайлайтера. Ну, это консилер вообще-то. Но мне кажется, для хайлайтера хорошо подойдёт. Это тоже от Эльф. У меня там большой сет такой был со всеми их кисточками. Так. Ну, вот давайте попробуем вот этой... Вот этой именно кисточкой. Я не уверена, сработает ли она такая... Видите, какой-то эффект или нет? О, нет, но кисточка такая. Я не могу такой кисточкой пользоваться. Давайте вот эту лучше. От Эльф, но более плотной. Вот, гораздо лучше наносится. Так. Красиво? Сияние есть? О, да, я вижу теперь. Слушайте, ну, он такой... Почему? Ванила, он немножечко не совсем как бы белый хайлайтер, да? Поэтому они его назвали ванила кварц. Но на коже как бы он, ну, немножко золотистым отдаёт, я бы сказала. Да, пожалуй, что они правы. Так, я ещё всегда наношу вот здесь над бровью. Ну, что? Шикарно, правда? Я надеюсь, видно. Я не могу понять, потому что у меня свет здесь яркий от ламп. Поэтому, надеюсь, не сильно засвечено. Вот, супер, попробовали ванила кварц. Очень-очень, по-моему, красиво. Хорошо. На следующий раз мы попробуем ещё более у них популярный бестселлер. Шампань поп. Это они, по-моему, с Джеклен Хилл разрабатывали ещё сто лет назад. Так, ладно. Теперь давайте попробуем палетку. Я вам напомню, что мне пришла от Violet Vos вот такая номер 2. У меня ещё есть номер 1. Это мы тоже в следующие разы попробуем. А пока давайте вот эту. Сейчас давайте напомним себе, как она выглядит. Кто не смотрел моё видео, где мне пришла эта палетка, я вам напомню, что здесь она вот такая вот необычная в том плане, потому что как бы здесь вот тени вот с этой стороны, а это всё глиттеры. Вот такая вот красивая. Такие цвета у неё шикарные. И сегодня давайте попробуем что-нибудь необычное сделать в честь Дня Канады и моего неотъезда домой. Попробуем вот эти Laxi Brush, которые мне пришли задним. Я нанесла уже на глаза праймер и... Ой, пардон. И уже припудрила его, как бы, чтобы он никуда не съезжал у нас. Так, как нам его открыть? Отлично. Вот, 4 кисточки. Ой. Ой. Не пущи себе у них. А, там резинки. Так, всё, освободились. Итак, значит, смотрите, я знаете, что подумала? Сделаем... Ой. Раз уж День Канады. Красный-белый флаг. У нас здесь есть красный цвет. Вот смотрите, мы сейчас вот этот тёмный цвет сделаем в... Этот я хотела или нет? Да. Мы его сделаем в складку века, а потом, потом я возьму вот этот вот бордовый и сделаю его... Попробуем сделать Halo Eye, как говорится. И в серединку я хочу вот этот вот розовый, глиттерный цвет сделать. Я тогда сейчас вам включу музычку, начну это делать, и чтобы не отвлекаться. Всё. Если ничего не получится, я не ручаюсь. Я эти Halo Eye вообще пару раз в жизни делала, поэтому не уверена, что прокатит, но, извините, я не в Makeup Artist, ещё раз говорю, поэтому я сейчас Zoom сделаю и начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, смотрите, что получилось. Смотрите, красиво получилось. Можно было ещё сделать, заморочиться и сделать консилер как бы посерединке, тогда этот розовый цвет был бы ещё ярче, который вот шиммерный. Но, по-моему, и так красиво получилось. Можно, если хотите, как бы ещё затемнить немножко вот эти места, которые вот здесь вот, здесь, и вот как бы внутри, как для Halo Eye, которые мы делали, чтобы этот розовый цвет ещё больше выделялся. выделялся. Вот. Так, я, знаете, что решила? Что как бы внизу мы не будем добавлять красного, потому что когда... выглядишь, как будто ты немножечко приболел. Поэтому мы этого делать не будем. Мы вместо этого возьмём вот эту вот я... Ещё одну последнюю кисточку из этого набора. Мы все... Я все попробовала. Они шикарные, Art Luxie всегда. Я хочу попробовать нарисовать сверху как бы вот этот... Вот этим вот тёмным цветом, который здесь есть. Вот этот внизу, который вот этот, да? тенью нарисовать немножечко линию сверху. Так что давайте это сделаем. Смотрите, ребята, какая красота получилась. Намного лучше с айлайнером, да? Как бы глаза так выделяются, ярче становятся. Слушайте, кстати, вот эта тенюшка, которую я делала, айлайнер, она очень-очень пигментированная, как и, в принципе, вся эта палетка. Я прекрасно знаю, что это хорошее качество всегда у Violet Voss. У меня много от неё теней. Абсолютно вообще никаких проблем. Прекрасно тушуются, прекрасно всё. И знаете, что я ещё хотела? Вообще мы не можем с вами попробовать вот эти глиттеры, потому что, ну куда мы их? Давайте, может быть, ради фантазии вот этот вот красненький под названием Pleasure сделаем вот так вот. Здесь как бы на щёчке, да? А чё? Почему бы и нет? Поэкспериментируем. Так, сейчас. А, он loose glitter, то есть он, наверное, не будет сидеть. Вот смотрите, как он-то выглядит. Он прям такой, к нему надо знаете, что? Glitter glue, то есть к нему нужен клей для блеска, но давайте ради интереса сделаем. Он, наверное, не будет сидеть. просто это так, мы чисто, чтобы посмотреть, как это выглядит. Вот, смотрите. То есть вот это очень красиво получается, если вы захотите на глаза сделать, да, добавить вот этого блеска, то это будет очень красиво смотреться. О, он такой прям, смотрите, он переливается, как доохромный немножко. Очень-очень круто. Вот. То есть смотрите, он остался, для него даже не понадобился клей для блёсток. Здорово. Вот. Ну, это такое как бы просто попробовать, я нанесла. так, замечательная палетка, я очень-очень довольна. Ой, замечательная просто. Вот. А ещё, ещё, мы должны с вами попробовать быстренько. А, сейчас я вам скажу. Во-первых, нам надо, да, осталось только попробовать вот эту макоску, помаду, она абсолютно сюда не подойдёт, но мы просто её попробуем, как бы, потому что я очень давно хотела кэнди-ям, ямами на цвет. Вы подумает, вы смотрите, вот чокнутая на глиттер себе, на всё лицо растёрну. Я просто хотела посмотреть реально, как это вот будет он оставаться безо всякого глиттер-глю, и так, и он на самом деле, смотрите, остался, и вот я его даже, если пытаюсь растереть, то есть он вообще не двигается, это очень-очень хороший показатель. Так что, так же будет он себя вести на ваших глазах. Так, вот так вот, если вы забыли, выглядит эта прекрасная помада, матовая, кэнди-ям-ям от MAC. Сейчас мы нанесём, посмотрим. Он вообще сюда не подойдёт к этому образу, но просто это же проба пера, правильно? вот смотрите, какой красивый цвет. Я надеюсь, он и делает мои зубы жёлтыми, потому что вот с такими цветами надо на самом деле быть аккуратным, потому что такого рода розовые они могут желтить ваши зубы, просто делать такой эффект желтизны. Но на самом деле я надеюсь, что такого, не знаю, в общем, скажите, хорошо смотрится или нет. Мне очень нравится этот цвет, он такой летний, розовый, зажигательный и да, шикарно выглядит, я очень рада, что я купила эту помаду, тем более за совершенно смешные денежки, как я уже говорила, да, она изначально стоила 19 и стоит US долларов, а я купила её за 4 US доллара, что почти даром, можно сказать, для маковской помады и вообще для любой другой. Так, ну что, это вот такой экспериментальный фан, как бы здесь у нас карнавальный немножко получился, Tryon, вообще, такой красивый, это как так там такой красивый блеск, обалдеть, мы в следующий раз или в ближайших видео попробуем с вами палетку номер 1 такой от этой же фирмы, да, и вот такой мы глиттер попробуем на глаза нанести, мне кажется, будет очень-очень красиво, вот, ну что, всё тогда мы попробовали, успели, Paco Rabanne шикарный, Wild Poppy тоже, одобряю, Бека хайлайтер, очень натуральный и красиво выглядит, палетка замечательная, кисточки тоже, всё попробовали, всё успели, маковская помада зачёт, и я надеюсь, вам понравилось это видео, напишите, что вы думаете, многие из этих брендов продаются у вас на Sephora, так что, у вас есть возможность их приобрести, и я желаю вам всем хорошего настроения, новые подписчики, добро пожаловать, и не забудьте позвонить в колокольчик, оценить это видео, подписаться, если вы ещё не подписаны, и увидимся с вами в скором будущем, хорошего вам дня, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok